Осенняя пора, а чай очарования? Ну вот, ребята, подошло к финалу наше лето, наступила осень, и вы знаете, как раз я по времени уложился со своими подопечными бройлерами, всех убрал, всех подготовил, кого-то на фарш, какие-то птички будут жареные, вареные, пареные, есть у меня знакомые люди, которые у меня покупают немножечко птичку, тоже это очень хорошо. Но от этой птички, когда я делаю, остаются вот такие вот продукты, ножки. Ребята, у меня уже начинается слюноотделение, вот смотрите, какие есть гигантеллы, вот такие вот ножки, которые топают, вот парочка эта. И я решил вам показать то блюдо, которое я очень люблю и хочу приготовить из этих ножек. Значит, для того, чтобы сделать вкусный продукт, мне потребуется совсем немножко ингредиентов. Используем сами ножки, лаврушка, красный перец, вот у меня на огороде вырос чеснолук, чеснок, перец горошек, классический соевый соус. Здесь смесь соли и перца, который прошлогодний еще мой, красный, острый. Вы знаете, вот такую вот смесь я постоянно добавляю в первое, либо второе блюдо по вкусу себе, и мне это очень нравится. Поэтому, чтобы ни у кого не было сомнений о том, что ножки это грязный продукт, либо какой-то невкусный, ну, не все, наверное, это любят, я сейчас вам покажу тот момент, как я их подготавливаю к тому, чтобы они попали на стол. Так, ну что, ребята, если мы начали делать блюда из куриных лапок, то я вам хочу сказать первую и самую основную подготовку, которую я делаю для этого блюда. Как видите, лапки хорошо обожжены, так же самое, как и вся курочка, выглядит очень аппетитно. Здесь обожженные лапки, здесь я еще только подготавливаю. Смотрите, самое первое, я снимаю желтый бронированный защитный слой лапок, и здесь нигде не остается его, то есть эту лапку можно уже даже без обжига готовить. Поэтому все четко, чисто и хорошо. Коготочки сами, вот, видите, снимается легко, но я в итоге, когда обжигаю, все это дело еще ножом обрезаю, чтобы не вызывало никаких инсинуаций. Делаю я примерно вот так. Вот суставчики, раз. Ну и, собственно говоря, четыре коготочка я обрезаю. Здесь я сейчас лапку эту дообожгу, и будем смотреть, какой рецепт у нас в дальнейшем. Так что, ребята, фирма веников не вяжет, фирма делает вкусное блюдо из ножек. Берем кастрюльку и укладываем сюда ножки, в водичку. Вот, когда мы их положили сюда, можно немножечко, вот так вот, их потереть друг об друга, потому что здесь, может быть, какая-то пригорела немножечко, все это оботрется, и водичку сливаем. Ну вот, промыли ножки первой водичкой, Теперь налил воды и кастрюльку ставлю на газ. Ставим на газ. Все это накрываем крышечкой. И до закипания варим спокойненько. А потом начнем добавлять те ингредиенты, о которых я рассказал на столе, которые находятся. Все последовательно, четко и без ошибок. Вот водичка в кастрюле закипела, и посмотрите, как все прекрасно начинает получаться. Вот он, образовался даже жирочек с этих лапок, лапочки-гиганты. И, дорогие мои, не забываем, что вы находитесь на канале Васильевич на даче. Васильевич, это я. И с Васильевичем сегодня будем кушать очень вкусные куриные лапки. Как я сказал, вода кипит. Добавляем 2, 3, 4, 5 листочков лаврушки. Берем щепоточку черного перца горошек. Подкинули. И вы знаете, что для создания летнего настроения Возьмем чуть-чуть семян укропа, который мы собрали в этом году. Тоже маленькую щепоточку. Вот, пожалуйста. Теперь возьму свою приготовленную смесь соли и красного перца И буквально тоже одну щепоточку отсолю. Все это оставляю. Вилочкой перемешиваю. Ох, какая красота получается. И, ребята, варим не менее, чем час. За час они сварятся. Впитают в себя ароматы трав. Получится очень вкусный букет. Так что продолжение следует. Смотрим внимательно. Итак, ребята, двигаемся дальше. Вот они лапки, которые сварились. Варились они ровно 60 минут. Они уже практически готовы. Ох, трясется все. Так и хочется их скушать. Но, согласно рецепту от Васильевича, мы будем делать следующим образом. Лапки, которые сварили, будем на сковородочку. Сковородочка подогревается. Добавляем немножечко масла. На прогретую добавили. И соевый соус. Можно любой. Классический, не классический. Какой хотите. Вот вся эта жижа, которую вы видите в сковороде, прогревается. Опускаем сюда лапки, которые сварились. Выкладываем. Вот. Тепленько. Сейчас забулькает все. А можно для ускорения сделать вот так. Хоп. И они уже на месте. Что хочу сказать, ребята. Не перестарайтесь с солью. Поэтому, вот когда вы добавили соевый соус, абсолютно щадяще подсаливаем. Потому что может быть очень пересолено. Сольце мы закинули. Теперь, для остроты вкуса, красный молотый перец. Все хорошенечко перчим. Не жалеем перчика. Посыпаем. И теперь добавляем порезанный чеснок и чеснолук. Я резал крупными кусочками. Даст аромат вкусный. И еще сверху немножечко добавлю опять же соевого соуса. И в этой жидкости мы начнем купаться. Будем переворачивать. Затрещит. И давайте этому составу дадим минуток 10. Он впитается, прожарится. Будем переворачивать и покажу, как оно практически уже будет готово. Это вкуснейшее блюдо. Итак, дачники и огородники выходим на финишную прямую. Кстати, сейчас тот момент, когда вам необходимо поставить лайк, и по возможности написать комментарий. Ну, или если нет возможности и нет желания, то можете просто смотреть. А если желание написать есть, то обязательно пишите. Итак, смотрите, какие красивые лапки у нас получились. Видите, как в соусе все пропиталось. Соус дает такой окрас. Ох! Почти выжарился весь. Чесночком пахнет. Лапки не развалились. Ну, вот, ребята, такая красота в воскресный вечер ожидает меня. Поэтому сейчас выкладываю на стол и приглашаю откушать. Все, ребята, мое терпение лопнуло, очень хочется кушать. Ну, как раз подошло то время, когда блюдо наше готово. Вот такие прекрасные ножки получились. Это блюдо вам советую употреблять охлажденным, потому что когда оно горячее и много перца оно начнет сжечь и вы будете так охлаждаться а так холодненько спокойно и запивать темненьким пивом. Поэтому здесь я с супругой сейчас за этим столом присяду. Будем разговаривать о том, что сделали, как получились ножки, любоваться друг на друга, делиться планами на будущее и все у нас будет хорошо. Поэтому дачники и огородники больше отдыхать, заниматься любимым делом, Я с вами. Все в порядке. Пока. Увидимся в эфире.